А у вас вот дома мусорное ведро за сколько примерно дней наполняется? Когда пищевые отходы и бумага вместе оказываются в одном ведре, все в картон портит свои свойства, как в порт сырья. В среднестатистических россиянин производят 400 килограммов мусора в год. Мы употребляем какие-то продукты, от них остается упаковка, и это основная часть мусора. Одноразовую бутылочку пластиковую много раз не исполняем. Многоразовую силиконовую. Вот так вот достаешь, и можно удобно брать с собой. Они тебе с удовольствием наливают, и еще иногда дают даже скидки. А вот это приятно. Когда я куда-то прихожу, я больше не могу видеть эти одноразовые предметы. Все, что подвержено переработке, это дешево. Из-за разнообразия иногда усложняется переработка. Реклама говорит, потребляйте, вам это нужно, и мы берем, покупаем. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Полищук. Сегодня, 12 мая, в России отмечают День экологического образования. Его цель – привлечь внимание к экологическим знаниям во всех науках, во всех сферах нашей жизни. Присоединяемся и мы к этому празднику. И сегодня у нас экологический ликбез. Сейчас о чем нужно знать, будем разбираться. Разбираться будем с нашими гостями. С Екатериной Карпухиной, руководителем эко-школы «Зеленый компас». Катя, здравствуйте. Здравствуйте. И с Фридой Газимовой, активисткой сообщества «Экологично Казань». Фридо, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Вот такую тему мы затеяли. Сподвигла отчасти нас эту тему обсудить. Информация, которую нашли мы и удивились. О том, что среднестатистический россиянин производит 400 килограммов мусора в год в день. Это примерно килограмм 100 граммов. Ну, надо сказать, честно говоря, что на фоне, например, других стран мы смотримся неплохо. Вот посмотрите, пожалуйста, это информация Всемирного банка. Мы здесь какие по счету? Ну, мы здесь, наверное, в первой десятке. По производству мусора, вот россиянин, вот его 1100 граммов мусора в день. Из них зелененько, это что такое? Пищевые отходы, бумага, картон тоже довольно много. Голубой пластик, темно-голубой, вот столько мы примерно производим из общей массы мусора. Довольно много стекла выбрасываем и довольно много металла. Впереди, насколько я знаю, планеты все и только жители Виргинских островов. Они умудряются в день почти 4 килограмма мусора произвести. А на последнем месте жители Лесота, у них всего 100 граммов. Но тут низкий уровень экономики. Как-то пытаться как-то анализировать, у кого крепче экономика, у того больше мусора. Или, наоборот, чем беднее страна, тем меньше мусора. Есть такая связь, Катя, или нет? Я думаю, да. Потому что это связано с уровнем потребления. В развитых странах этот уровень очень высокий. Уровень потребления, мы употребляем какие-то продукты, от них остается упаковка, и это основная часть мусора, которая образуется. Поэтому связь с развитием страны в уровне экономики, я думаю, что есть. Прямая. Есть все-таки. Все-таки есть. Давайте телезрителей к нашему разговору пригласим. Если тема экологии вам интересна, звоните, пожалуйста, по номерам телефона в прямого эфира, которые внизу экрана будут периодически появляться. 511-99-66, номер телефона для казанцев, и бесплатный номер для регионов 8800-532-55. Задавайте свои вопросы, постараемся на них ответить. А кроме того, традиционно запускали мы опрос в нашей группе ВКонтакте до начала эфира. Мы вас, уважаемые телезрители, спрашивали, а вот у вас дома мусорное ведро за сколько примерно дней наполняется? Там есть интересный вариант и ответ. Какой-то из них наверняка вам подойдет. Обратите внимание, в уголочке экрана будет QR-код появляться, можно свой смартфон на него навести, принять участие в нашем голосовании. Мы попозже в выпуске его итоги подведем. Что значит, Фрида, экологическое образование? Вот в идеале, где и как этому должны учить? И кого учить? Потому что одно дело детей ты учишь, их можно вместе собрать в школе, а другое дело взрослых людей. Мне кажется, экологическое образование начинается просто дома. И в целом, когда мы выходим даже на улицу, ты уже каким-то образом даже просвещаешься. Ты видишь какое-то дерево, ты видишь какое-то насекомое, и ты, возможно, о них не знаешь ничего. Но если ты залезешь в интернет, что благо доступно нам сейчас, то мы можем узнать очень много интересного. И мне кажется, что знания как раз-таки экологические — это о том, в первую очередь, что нас окружает, какая природа, и как нам взаимодействовать с ней, как нам сделать так, чтобы природа и мы благополучие жили на этой планете. Что сильнее всего, Катерина, на ваш взгляд, вредит природе? Ну то есть мы каким образом сильнее всего ей вредим? Выбрасывая что? Не знаю, потребляя что? Да, я думаю, что здесь нужно отметить неосознанное чрезмерное потребление. У нас эпоха потребления сейчас. Мы потребляем даже если не хотим. Нам реклама говорит, потребляйте, вам это нужно, и мы берем, покупаем. Поэтому нужно быть в осознанности всегда. И когда мы потребляем какой-то продукт, это всегда сопровождается, как правило, сейчас упаковкой. Упаковка вносит основной вклад в образовываемый мусор. Поэтому чрезмерное употребление — это большая проблема. И если конкретизировать эту проблему, то вот с чем я сталкиваюсь и вижу, это неосознанное чрезмерное употребление одноразовых предметов. Например, каких-то стаканчиков одноразовых. Вот у меня есть коллега, который часто участвует в субботниках, где он собирает эти одноразовые предметы после каких-то пикников. И он говорит, когда я куда-то прихожу, я больше не могу видеть эти одноразовые предметы. Потому что настолько я мешков уже насобирала этих вещей, что уже видеть их больше не могу. И не могу понять, почему их люди используют. Я не могу видеть, знаете, в медицинских центрах, в платных коммерческих, приходишь, там стоит одно такое огромное ведро с чистыми бахилами. Написано «Чистые бахилы», рядом такое же здоровенное огромное ведро с грязными. Их одеваешь ровно на 10 минут, ровно один раз используешь. Вообще, говорят, процентов 90-95 пластика используется единожды. Да ведь один раз использовали? Три минутки выпили стаканчиками, не знаю, там 10 минут понасели бахилы. Вот такие бахилы. А какая есть альтернатива? Вот лежат они, эти грубые бахилы. Вот во всех клиниках, платных и бесплатных. Альтернатива одноразовым? Одноразовым, да, да. Многоразовые вещи, которые можно использовать много-много раз. Вот так они выглядят. Они сделаны, сшиты из ткани непромокаемые. Здесь у них есть непромокаемый слой. Чтобы, если это, например, грязь какая-то, слякоть, да, влага не проникала, их надевают на обувь и затем приносят домой и моют. Как их принести домой? Есть такой красивый мешочек, чтобы аккуратно сложить грязные бахилы в этот мешочек. И, принеся домой, их можно помыть, высушить и обратно сложить в сумку. Все компактно и удобно. Продолжаем тему практическую. Что еще легко человек без усилий особых мог бы заменить из одноразового на многоразовое? И всем бы было от этого хорошо. Намекаю я на бутылочки разные. Да, конечно. Часто бывает, особенно мне как маме, что я знаю, что нужно следить, чтобы ребенок пил много воды. Это актуально. И поэтому я своей дочери всегда кладу в рюкзачок многоразовую бутылочку для воды, которую мы наливаем дома, или они также могут пополнить ее в классе. Так, а вот обычная пластиковая бутылка PET такая, ну вот, из-под воды, в нее разве нельзя ребенку в школу наливать воду каждый день? Она предназначена для одноразового использования, потому что при многократном использовании, возможно, этот материал не индифферентный, то есть он взаимодействует с содержимым. И многократное его использование, оно может навредить содержимому. Так, так, запомнили. Одноразовую бутылочку пластиковую много раз не используем. Я думаю, что многие не знают. Я, кстати, тоже не знала. Такие материалы, они более долговечны, практичны, их можно мыть, и они более надежны. Если мы помним, PET, она сминается, это свою форму сохраняет. Ферде, это что за конструкция красивая? Вот мы с вами говорили про одноразовые стаканчики, а есть у нас многоразовые силиконовые. Вот так вот достаешь, и можно удобно брать с собой в сумку. И также у нас есть такая компания, которая называется MyCupPlease. Более 80 заведений подключено в Казани к этой акции. Что она означает? MyCupPlease в мою кружку, пожалуйста. Да, именно так. То есть, получается, ты заходишь в кафе, просишь налить какой-то напиток в свою кружку, и они тебе с удовольствием наливают, и еще иногда дают даже скидки. А вот это приятно. А вот это приятно. Это что у нас такое? Это термос. Да, вот мы с вами говорим о том, что мы можем брать воду с собой, а можем еще иногда и брать с собой еду. И очень удобно, когда она у вас домашняя, приготовленная вами же. И она очень держит долго тепло. И этот термос помогает как бы не охладиться нашей еде. И мы можем в конце вечера поесть теплую домашнюю еду. Вот это штука. Я не понимаю пока. Пока без подсказки я не пойму, что это такое. Это многоразовая трубочка. А, соломинка, коктейльная трубочка. Да, я вот могу по этому поводу сказать, что сейчас, опять-таки, культура потребления многим ввела такое понятие, что нужно пить напитки из трубочек. Кому-то это кажется круто, классно. Детям забавно. Кто-то считает, что эмаль зубов таким образом сберегает от кислот. Да, возможно. От горячего. И вот в этом случае можно использовать такую многоразовую трубочку, которую тоже можно использовать много раз. И понятно, чтобы она оставалась чистой, ее просто нужно мыть с помощью такого ёршика. Я думаю, что это торчит. Это ёршик. Да, это ёршик. То есть это все можно помыть, просушить. И я своим детям на Новый год подарила такие трубочки. Они с удовольствием из нее пьют, когда хотят. Вот мы сейчас рассказываем про вещи, которые простые, которые на поверхности. То, что может сделать каждый. А что из разряда сложного? А вот к чему, по вашим наблюдениям, люди еще не готовы? Или, не знаю, или промышленность еще не готовы, не выпустил еще аналогию чему-то такому, одноразовому, вот многоразовое, еще не придумали, не произвели. С чем вообще сложнее бороться, когда мы говорим об экологии? С какими действиями людей? Ну, опять-таки, неразумное потребление, да? Но, конечно... Ну, это рынок. Это рынок навязывает. Как вот с этим бороться? Всегда. Осознанность. Всегда будет в осознанности. Пошел, вкусно пахнет, в контейнере лежит тебе какой-то пирожок. Приходить в магазин не на голодный желудок, а на сытый. Со списком. Со списком. Со ограниченным количеством денег. И с чем еще? К тебе показываетесь, с чем еще нужно приходить? Я прихожу в магазин со своей сумочкой. Шопер, сумка. Да. В этой сумке у меня уже все приготовлено. У меня есть... И на вопрос, пакет нужен? Вы говорите, нет. Я говорю, у меня есть своя сумка. Здесь у меня есть мешочки, в которых удобно взвешивать от конфет до фруктов, да? Удобно это все свешивать. Есть большие мешочки, например, для картошки, для морковки. Мы все их очень любим. Например, если что-то такое влажное, мокрое, вот есть пакетики, которые можно использовать много раз. И тоже они закрывающиеся на замочах. Зип-пакеты. Да, зип-пакеты моющиеся. Их можно много раз использовать. И, в принципе, вот с таким набором. Иногда, когда я вдруг тоже осознаю, что я забыла в список добавить что-то нужное, тяжелое, у меня есть даже такая вот авоська. И я, когда прихожу в магазин фруктовый, мне тоже говорят вам пакетик. Потом вспоминят, ах, нет, вы уже ходите со своими. Можно я вам хоть пакет дам? Я говорю, нет, я понесу так. И все будут видеть, что я покупаю у вас такие фрукты. И сразу будут к вам приходить. Такая вот реклама локального, чтобы покупать локально. Как идея пришла в голову организовать школу, экшколу? Идея пришла в связи с тем, что у меня есть дети. И я своим детям рассказываю то, что я знаю. У меня была потребность, когда я в эту тему погрузилась, много чего узнала, у меня была потребность передавать эту информацию, потому что она во мне накопилась. И мне было тяжко. Мне хотелось этим поделиться. Я рассказывала своим детям, детям своих родственников, детям друзей. И тогда я поняла, что я хочу рассказывать это многим детям. И стала организовывать, проводить занятия. Организовала эко-школу. Сначала я проводила онлайн занятия. Но с детьми, конечно, всегда приятно общаться оффлайн. То есть личные встречи, беседы, проникаться взаимными чувствами, эмоциями. И как-то вот... Это чисто для детей или взрослым тоже это интересно? Как вообще воспринимают люди? Ну, нужно сказать, что в ЭК-школу приходят дети, родители которых задумались. То есть тем более такого возраста, с которым я работаю, 6-12 лет, все-таки это аудитория основная, это родители, которые задумываются об этом. Но если дети приходят ко мне, ну, они возвращаются... Вот удивительно мне даже было самой, что я один год отвела учебный, и говорю, ну, встретимся в следующем году в сентябре. Они мне сказали, мы придем обязательно, и пришли. Это так радует. Дети приходят, возвращаются, и это очень приятно. Фреда, вы работаете больше со старшей аудиторией, правильно понимаю, да? Со взрослыми. В взрослым эта тема заходит, нет? Конечно. Или взрослые, которые далеки, им удобнее, когда все есть. Нет, конечно. Я думаю, что и людям старшим, более старшим, да, поколению, им уже интересно, может быть, не какие-то вещи простые, но им уже интересно погрузиться в какой-то сам процесс, в то, что они могут увидеть... Вот это все прикладное, то, что мы сейчас обсуждаем, вот это им, понятно, ближе. ...смогут увидеть воочию, и, например, если они будут знать, что в то же сырье, которое они сдают на переработку, превратится... Из него может получиться. ...во что-то, да, полезное. Вот такая обложка. Это из чего? Это из крышек переработанных. Получается обложка для блокнота, а здесь переработанная бумага. Помимо этого, например, есть такие чехлы для телефонов, которые сделаны из старых зубных щеток. Если вот сдавать зубные щетки на переработку, у нас есть такая возможность в разных ТЦ это сделать, вставить специальные боксы для этого, то, пожалуйста, вы можете сдать свои щетки, и это получит новую жизнь в виде чехла или ручки. Вот взрослым людям вот это лучше, да? Понятнее, ближе и заходит лучше. Да, и когда они даже трогают, им всегда интересно, действительно ли что ли вот это очень долго может прослужить, или какие-то новые вещи, они сделаны из торсерьян, они всегда удивляются. Можно между понятием экологично и дешево, и экономично поставить знак равенства? Вообще все, что подвержено переработке, это дешево или нет? Или это тоже довольно дорогие технологии? Я слышала про стекло, что, например, переплавлять стекло, это ого-го, как дорого. Поэтому никто за это не берется, поэтому переработка стекла не на самом высоком уровне. Правда, да? Да, это действительно так. Но в данном случае бизнес и государство должны работать во взаимодействии с друг другом и помогать друг другу. Поэтому надо выделять какие-то субсидии для бизнеса, там, где не хватает каких-то финансов, например, или это очень трудозатратно, собирать стекло. Ведь раньше это делали без проблем, а сейчас, например... Потому что раньше стекло использовалось много раз. Да. Потому что молочные бутылки стандартные на всю страну были единые, там, я не знаю, бутылки от кефира или там лимонада. А сейчас же каждый производитель норовит что-то делать свое. Вот эта вот разношерстность в этом, наверное, сыграла злую шутку, да? Да. Есть такой момент, что из-за разнообразия иногда усложняется переработка. И даже разные виды пластиков у нас перерабатываются по-разному. И поэтому на выхлопе, вот, например, информации от российской газеты получается так, что стекла в стране у нас перерабатывается только 15%. Полимеров, пластика 14%, органики 13%. Макулатуры только десятая часть. О, вот это меня удивляет, кстати говоря. А сколько много акций у нас в Казани проходит по сбору макулатуры? Школы минимум два раза в год собирают. Неужели такой низкий процент переработки бумаги у нас? Металл еще меньше. Вполне возможно. Вполне возможно. Но, наверное, с этими данными иногда можно поспорить. С чем можно поспорить конкретно? Вот, Катерина, знаю, сейчас прицепится к органике. Да, я много могу рассказать об органике. Органика – это наши картофельные очистки, все, что в нашем мусорном ведре лежит, да, ведь? Все, что мы... Да, органические отходы, или мы их называем вторсырье, потому что мы знаем, что это сырье, они составляют не менее трети отходов в нашей корзине. А в некоторых случаях даже приводят данные и 40%. Все зависит от того, какой рацион питания, да, в семье. Который этот мусор копил. Да, конечно. И те цифры, которые вы приводили... А вот я приводила... Кстати, вот, давайте приведем. Вот эти цифры я нашла где? Я нашла их в Тиньков, в журнале Тиньков. Что в мусорном ведре россиян примерно 27% – это пищевые отходы. Пятая часть – бумага, картон, 17% – стекло. По-хорошему, вот бумага, картон точно не должны были в ведро попасть. Они должны были пойти на переработку. 27% пищевых отходов, вы говорите, маловато. Да, не менее трети. И причем, когда пищевые отходы и бумага вместе оказываются в одном ведре, все, картон портит свои свойства, как вторсырья. Пищевые отходы, они снижают качество вторсырья, которые можно вытащить из этого смешанного, да. И в то же время они являются ценным ресурсом. Их можно переработать, ценные удобрения, на которые можно вырастить новые продукты. В этом и его интерес, и ценность. Главное, что организовать этот процесс. Вот те цифры, которые вы приводили, что около 13% перерабатываются в рассе органики, нужно упомянуть, что это перерабатывается, как раз изымается из смешанных отходов. Но при этом само органическое сырье, оно становится загрязнено и пластиком, и металлом, и стеклом. И тогда на выходе получается технический грунт, который можно использовать только, например, для отсыпки дорог, пересыпки полигонов, да. Но нельзя на этом выращивать новые продукты. Можно это сделать только, если изначально органические отходы собирать раздельно. И тогда их можно легко компостировать. Это эффективная, экономически выгодная технология. Природоподобная так в природе происходит, да. И мы можем получить ценные сырье, на которые можно вырастить продукты. От кого инициативы должны исходить, на ваш взгляд, девочки? От сверху? От правительства? От бизнеса? От бизнеса, который хотела бы заняться, например, этой переработкой, этой сортировкой? У нас есть, конечно, операторы региональные, мусорные операторы, но, тем не менее, столько нареканий в их адрес пока. Кто этим должен заниматься? Инициатива сверху, снизу? Я думаю, что инициатива должна исходить от человека. Потому что любой человек, будучи бизнесменом или госслужащим, он человек. Он образует отходы, он потребляет ресурсы. И то, как он к этому относится, он может переложить это свое мышление на работе и принимать соответствующие решения. Невозможно не согласиться. Я предлагаю подвести итоги голосования, о котором в начале выпуска мы заявляли. Мы вас, уважаемые телезрители, спрашивали. А у вас вот дома мусорное ведро за сколько примерно дней наполняется? Смотрите, какие ответы получили. Большинство, 78% сказали, примерно за 2-3 дня наполняется мусорное ведро. 17% ответили, за 5 дней и за неделю, и даже больше у меньшинства, у 5%. Как прокомментируем? 8 из 10 проголосовавших каждые 2 дня выносят мусорное ведро. Это катастрофа? Это экологическая катастрофа? Да, потому что полигоны переполняются очень быстро. В связи с этим нам нужно решать эту проблему. Здесь и сейчас нельзя откладывать такие вот вопросы. И поэтому каждый человек, который выносит каждые 2-3 дня, он должен задуматься и посмотреть, откуда он обрабатывает. А как оно могло бы, да, как оно могло бы иначе выглядеть и, может быть, наполняться гораздо реже? Кать, одной фразой буквально полминутки до конца эфира остается. Всему этому казанцев ведь могут научить буквально эти выходные. Да, да. Приглашаем казанцев принять участие в нашем экологическом празднике. Он посвящен городскому компостированию, который будет проходить в парке Урицкого. Мы там будем рассказывать об органических отходах, в принципе, в целом, чем они опасны, да, и что с ними можно делать в это воскресенье в парке Урицкого. Запомнили. Всех приглашаем, всех ждем. Спасибо большое, девочки, что к нам сегодня пришли. Спасибо за интересный рассказ. Хорошее дело делаете. Спасибо большое, приглашаю. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня проводили экологический ликбез. Редактор субтитров А.Семкин